Совсем скоро начнется новый учебный год. Последние дни уходящего лета славянские школьники стараются проводить как можно больше на улице. На свежем воздухе они не только играют, но и проводят занятия. Какие узнали наши корреспонденты. В течение лета в живописных уголках нашего города можно было встретить ребят с мольбертами и красками в руках. Юные художники, внимательно вглядывающиеся в городские пейзажи, старательно и кропотливо зарисовывали окружающую природу, людей и здания. Я нарисовала дом культуры, который изображен с боковой стороны и решила нарисовать деревья, но еще не до конца. Анастасия Никитина, как и другие ребята, склонившиеся над своими рисунками, учащиеся Славянской детской художественной школы. Летом их уроки живописи часто проводятся на свежем воздухе. И для здоровья полезно, и можно научиться рисовать с натуры. Рисование вне студии дает, наверное, масштабность. Дети понимают, что можно рисовать не только в студии и за станком, а также можно рисовать и виды города, понять разное рисование деревьев, что ли. Потому что все деревья отличаются, природа разнообразная. И все это увидеть вживую, не просто пофантазировать себе, а увидеть по-настоящему, как оно есть. Уроки пленерной живописи детям особенно нравятся. В течение лета они уже успели зарисовать и берег реки Протоки, озеро в Северном парке, богатый животный и растительный мир нашей природы. Мне нравится рисовать на природе, потому что мы рисуем на свежем воздухе. Можно увидеть разных насекомых, зарисовать их. А в студии мне нравится рисовать, потому что мы срисовываем разные постановки, ну и карандашом, и гуашью, и акварелью. Уроки пленерной живописи продолжатся и осенью, но уже не так часто, ведь скоро начнется новый учебный год. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александр Тимовская, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...